Мой сон летит, этой ночью, со мной видит, от реальности, прошу! И я вам скажу очень интересную и классную новость. 11 ноября в городе Санкт-Петербурге в клубе «Экшн» состоится концерт группы «Харизма» при участии группы «Черный ангел» и «Эссента». А вот по поводу «Черного ангела» мы сегодня поговорим поподробнее, потому что у нас в гостях лидер и основатель этого коллектива Юрий Гиб. Юрий, здравствуйте! Здравствуйте все! Как настроение, бодрость, духа? Ну, несмотря на мерзкую, холодную, временами дождливую погоду, настроение моё зависит далеко не от погоды. Настроение создаёт музыка, а музыка всегда звучит в ушах. Поэтому настроение хорошее. Отлично, здорово! Перед тем, как поговорить и о будущем концерте, и даже об истории группы, хочу сначала о дне насущном. На данный момент, чем сейчас живёт группа «Чёрный ангел»? Ну, в данный момент идёт работа над материалом для следующей пластинки. Вот, как бы есть определённое количество рыб, над которыми вот каждый музыкант под себя подгоняет, сюда добавляет, где-то улучшает аранжировку, ну и так далее, всё в этом ключе. Это также и написание текстов идёт? Это самое трудное сейчас. Это самое трудное. Потому что, когда мало совместная работа музыкантов, сейчас в основном каждый работает на дому, встречается только для каких-то коронавирусных репетиций, вот, то нет такой общей ауры, такой рок-ауры, которая даёт вдохновение. Вот, поэтому с текстом сейчас немножко посложнее. Но я думаю, растолкаемся, и всё будет хорошо. Отлично. Занимается именно написанием текстов вся группа или только вы? Всегда это висело на мне. Всегда, да? Всегда, да, как и сама музыка, то есть я подавал идею, а уже коллектив начинал её развивать, там, в аранжировке, в каких-то моментах мелодии и так далее. При написании текстов вы на что, в первую очередь, ориентируетесь? Может, вдохновляетесь или есть какие-то определённые темы, которые вам интересно затрагивать? А тут бывает по-разному. Бывают моменты, когда на меня кота вдохновлением память о просмотре какого-либо фильма в детстве. Вот, к примеру, один из хитов группы «Боях под Курской дугой», он написан по вдохновлениям фильма «Огненная дуга» Юрия Озерова. Вот, как бы, и то переживание, когда смотришь, вот этот дым, гарь, огонь, там, танкисты бьются насмерть, то есть вот это и дало, так сказать, толчок для написания текстов. Интересно. Вот, а не закончил. Да, 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 да. Вот, и как-то, допустим, другой момент, когда, вот, допустим, есть такая композиция стихии, вот, долго думал, где взять текст, и вот, пах, происходит там волна на побережье Таиланда. Смывает все к чертовой бабушке и так далее. То есть я зацепился за это. Сначала пошла волна, думаю, так, тут волна, там еще, это, землетрясение где-то долбануло и понеслось, мы с вами, так, во, тема двинулась. То есть бывает, что ее прилетает справа, слева, и все это скомпануешь вместе, и получается неплохая песня. Интересно. Вот, когда крайний раз группа Харизма приезжала в Петербург, вы вышли на сцену? Да, был такой опыт. Да, вот, и как вообще вы так решили поступить, выйти на сцену, как такая договоренность вообще случилась? Ну, это уже не первый мой выход с группой Харизма, то есть это уже происходит во второй раз, когда я выходил с ними. Просто мы очень хорошие друзья, что с Лео, что с их басистом Александром Казаризмом. Какое-то время он был официальным участником группы «Черный ангел». Вау, даже так? Да, вот, просто потом он переехал в Москву и занимается музыкой уже там, уже как бы в составе группы Харизма. Угу, и даже, могу ошибаться, но он также еще и в августе играл, или нет? Да, он играл в августе перед «Черным ангел». Интересно. Вот, также у группы «Черный ангел» есть такая история, то что сотрудничали также с группой «Мастер» в том числе, были. Что это был за опыт, и поддерживаете ли вы сейчас отношения с этим коллективом? Ну, как, группа «Мастер» — это наши большие друзья, вот, мы дружим уже более чем 10 лет. Опять же, благодаря Александру Казаризму мы познакомились, потому что после его работы группы «Август» у него очень много друзей, которых он, так сказать, преподнес и нам. То есть теперь это уже и наши друзья, вот, и поскольку я раньше занимался некоторым промоутингом концертов, то я несколько раз приглашал группу «Мастер» для проведения концентра в Санкт-Петербурге, вот, и совместно наше выступление. Ну, и помимо концертов, допустим, прибежаем в Москву, там, созваниваемся, встречаемся, и даже вот, когда музыканты группы «Мастер» приезжают в город не ради концерта, а просто погулять по городу, предоставляя все свои, так сказать, услуги для того, чтобы было им весело и хорошо. — Речь пошла о новом материале группы «Черный ангел», вот, и, естественно, это будет новый альбом, новая пластинка коллектива. Как сейчас ведется работа вообще в дальнейшем, после того, как все рыбы будут уже написаны, все аранжировки написаны, тексты в том числе, это полудомашняя работа, как сейчас уже очень многие люди делают, записывают инструменты, либо это прям сугубо студийка, сугубо запись именно в студии? — Я такой ортодоксально традиционный человек, несмотря на то, что очень удобно в дидрамере набивать барабаны, потом добавлять до «Humanize», типа, что настоящий человек играет, нет души в них, нет души, не так дает драйв. — Потому что мы уже такой опыт имели, когда записывался альбом «Свой крест», были моменты, когда тогдашний барабанщик, у него не получалось ровно выхеливать, как это не было необходимо, вот, и пришлось применить дидрамер. — Вроде бы и качает, вроде бы и драйв, но немножко оказалось не то. Поэтому я вот как ортодокс старого рока, такого честного рока, все должно быть записано вживую, должен работать, и обязательно студия, а не домашка. — Сейчас в период такого времени, когда интернет, можно сказать, заменяет всем всевозможные проигрыватели и так далее, весь новый материал будет издан на цифровых площадках? Или над этим еще группа пока думает? — Пока даже не задумывались об этом, ну, я как ортодокс, прежде всего, конечно, будет сначала сама пластинка, как пластинка. — То есть вот именно физический носитель обязательно? — Да, физический носитель. А уже позже там и тюны, и прочие моменты, это уже будет работа не моя, а тот, кто будет заниматься продюсированием в массы самой пластинки. Для этого есть определенные люди сейчас. — Ясно. А вот, допустим, для распространения физических носителей тоже есть определенные люди, или этим будет заниматься сам коллектив? — Нет, это будет заниматься сам коллектив, потому что выпуск будет небольшой, думаю, скорее всего, не больше ста штук. И мы, наверное, обратимся к очень хорошей марке лейбла, это «Металлизм Рекордс». Уже имелись опыт с ними работы, они очень качественно все это делают, очень хорошо и качественно. Вот. И как бы любую пластинку можно будет приобрести только на концертах. — Угу. Ну что же, не терпится поговорить про историю группы, но перед этим послушаем первую композицию сегодняшнего нашего эфира. И это «В боях под Курской дугой». Есть что сказать про эту композицию, перед тем, как она прозвучит? — Ну, я и так уже ее проанонсировал по полной сегодня, рассказывал про ее текст. — А, вот. — Да. — Точно. — Про ее текст. Многие говорят, ну что ты все «Металлику» играешь? Я думаю, елка, и что там «Металлику»-то играю? Ну, видать, у людей какая вот ассоциация. — Ну, это можно воспринимать и как комплимент, в конце концов. Почему нет? — Никогда об этом не думал, но теперь буду рассматривать. — Если речь идет не о каком-то конкретном плагиате, а просто на том, что это веет просто, допустим, какой-нибудь группой, почему нет? Тем более. Ну что же, друзья, «Черный ангел» в боях под Курской дугой прямо сейчас, в прямом эфире на «Радио Шок». Не отключайтесь, будет очень интересно. Заряд в стволении умолкает пулемет. В прицеле башни крутит враг. Город в осколках. На «Радио Шок». Группа «Черный ангел» у нас в прямом эфире на «Радио Шок» сейчас прозвучала. И основатель и лидер коллектива Юрий Гиб у нас в студии. Ну что же, сейчас я хочу поговорить про историю коллектива. Вот, и хочу в самое-самое-самое прям начало уйти. Я правильно понимаю, что группа образовалась в 89-м году? В 88-м. Даже в 88-м. С чего все началось? Как вас занесло в музыку? Ой, это... Началось все во втором классе еще. А, то есть так глубоко? Еще глубоко. Очень глубоко. Даже когда, помню, выступал с группой «Харизма» первый раз, у них тогда еще и Ман Сильвестров пел, зашел разговор, а у тебя с чего музыка пошла? Я говорю, с «Харизмы». В смысле? Я говорю, ну... В 82-м году услышал в исполнении группы «Киз» песню «Харизма». Вот у меня. И пошло тогда. Тогда же, значит, пришел в музыкальную школу, он мне говорит, ты еще маленький, приди в следующем году. То есть третьего класса только взяли. Я говорю, я хочу на гитару. Какая тебе гитара? Она вон, Боян сидит, наяривает. И, так сказать, мечты, 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 там мысли, мысли, мысли. Потом появился там школьный ансамбль под названием «Темп». Вот, но там металл играть не разрешали, за него там очень наказывали все-таки. Так, вы там, это, дисторшн не включили? Все нормально у вас, да? Какой дисторшн? Про такой даже не знали. Там пытались через магнитофон как-то перегрузить там хоть что-то. О, даже так, ничего себе. Да, там микро... Ты вставишь на запись на паузу, через него проводишь, из него усилитель. В общем, усилители не джековые, а там такие... Типа тюльпанов таких, да? Да, таких всовываешь, там все фонит, шипит, дым идет. Вот. И вот с этого времени пошло. Ну, а потом, когда вот в 88-м году, там, несколько там прыщаевых подростков, заканчивающих школу, решили собрать себе команду. Вот. Ну, так оно и получилось потихоньку. Сначала, как-то, первый, блин, колобком. Несыгранность так чувствовалась. И очень слабая была ритм-секция в плане того, что барабанщик играл на пределе своих возможностей, как мог, но он старался, как говорится. И когда сменился барабанщик, группа просто звучала по-другому. То есть, когда сел за драмы Сергея Поляков, вот, то уже, как бы, ну, звучание очень такое фирменное было. И уже, как бы, вот, ну, составом Сергея Поляков, Виктор Жуков и я вот вышли на рок-фестиваль в 89-м году областной, который проходил в городе Кириши на стадионе «Нефтяник». Очень большой фестиваль, он шел практически весь день. Попасть туда было сложно? Нет. Самое интересное, что, как бы, тогда уже, вот, как бы, шла перестройка, и комсомольские вожди выполняли свою работу уже в этом направлении. То есть, они его организовали. Вот. Мол, подавайте заявки, там, в горком комсомола. И понеслось, понеслось. И там, а вы в комсомоле, я говорю, я собираюсь, я стремлюсь. Нифига я не комсомоле, так и не заступил. Вот, как бы, там все, вот, в 89-м мы просто вышли на хорошую сцену. Там много было команд и с области, и с Ленинграда тогда еще. И группа была с Финляндией. Я, убей, не помню ее название, но они сделали какую изюминку? Они привезли свой аппарат. То есть, у нас стояла не болгарская аппаратура, а стояли маршалы. Вот. И там все кириши вот так дрожали до двух часов ночи. Ну, ничего. То есть, они прям, так сказать, и для других коллективов тоже предоставили эту аппаратуру? Да, да, да. Более того, они поставили, значит, стояло две барбанных установки, одна финская, они поставили таму. Вот. Там все сразу к этой, можно, можно финны. Да, пожалуйста. Ну, и нам, и не жалко, мы это оттаскаем. Везде у нас там как бы более фирменная дома осталась. Ну, вот. Попытались сделать что-то двухбочечный вариант, но из-за того, что фирма звучит фирмово, а, извините, то, что местное было, как бы попукивало. Естественно, то есть, кончилось с тем, что играли именно на ТАМе. Все коллективы играли на ТАМе. Звук был просто потрясающий. Реакция публики именно. Тогда в первый раз на такой большой сцене. Как приняли коллектив? Там все коллективы, которые выступали, там разные как бы стилистики были. А, то есть это... Там кто-то играл рок-н-ролльчики такие, рокобильного характера, кто-то просто рус корочил, кто-то фолк пытался играть. Вот, но мода тогда все-таки была на тяжелую музыку. Вот, и когда вот мы выползли, так сказать, в дурмане, в тумане, а, сцена, е-мое, народу там, трибуны полные. Стали играть, как бы там до первого рифа. Отпускают у тебя уже адреналин в голову, все, ты уже живешь этим. Там уже народ, давай, с трибун под сцену пошел, 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 пошел. И уже потом те, кто именно на нас пришел, вот, говорит, выгодят, вот до этого что-то вяленько-вяленько шло, вы как дали джазу и понеслось после вас, там, команды нормально играть месяцами. Вот такие были ощущения у народа, ну и нам было приятно. Хочу еще немножко отодвинуться назад. Именно как вы стали вокалистом, это тоже просто случай так, просто, а, вот я буду петь, или как-то стремились к этому изначально? Да, как сказать, вот когда была группа темп детская, там, которая там дискотичные музыки пытались играть, я был на бэке, вот, как бы. Ну, а когда двинулись дальше, пришлось встать микрофон, он вот так и остался. Ага, понятно. После этого фестиваля, сколько прошло времени до самых первых гастролей коллектива? О, гастроли. В Советском Союзе гастроли могли себе позволить только те, кто были прикреплены к какой-нибудь филармонии, это там, мост-концерт, лет назад, или еще к чему. Вот. Потому что профессией музыка быть тогда не могла. Насколько я знаю, все металл-команды Санкт-Петербурга, тогда еще Ленинграда, где-то работали, кто-то где-то работал, кто-то работал там в клубе, директором, кто-то работал на водоканале, кто-то еще где-то, но никто не зарабатывал музыкой. Вот. Если там взять команды, которые в ногу со временем пошли, типа Алисы, кино и прочих, хотя кино тоже там, они же вроде площадки и Майс-н-Пи сделают, а они там еще на других местах работают, чтобы это... Вот так. Ну, что как бы и гонорары были не те, что у продюсеров, которые делали концерты. Вот. Поэтому гастроли тогда... Тогда вся творческая жизнь длилась от рок-фестиваля к рок-фестивалю. В общем, ты готовишь программу, там, песен на пять, тебе говорят за неделю, что только три, а как только ты выходишь на сцену, тебе говорят две, и все, и все. Это сейчас я знаю, что все эти фестивали, которые делались, они делались не для музыкантов, которые хотели там себя показать, выиграть первое место или что-то еще. Это иллюзия оказалась. То есть заранее готовился хедлайнер, под которого все подводится, и ему уже выписывается первое место, и... Вот так все творилось. Как интересно. А не было стремления пойти под филармонию куда-нибудь, чтобы как-то все выстроиться? Как-то не задумывались никогда об этом? В то время. Мозгов тогда еще не хватало на это. А. Что там, 19-20 лет там ветер в попе гуляет еще. Вот. Думаешь, где бы эту гитару хорошую прикупить? Как бы так? И тут, кстати, очень хорошо помогло, что знакомые некоторые ходили в море, и с Германией таскали. То музей ему притащит, то и Банез, как бы. Вот там история была с Банезом, когда вот его привезли, я половину фьюта платил, даже с ним успел выступить, а мне говорят, ну когда вторая половина будет? Я говорю, ну сейчас, 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 говорит, да гитару обратно. Вот. Пришлось отдать, а под ногой, давай ее продали, вот твоя половина, и все. И так, вот так и Банезом не ушел мимо. Вот такие были веселые времена тоже. И Банез тогда это просто, это просто очень хорошо. Потом все, что попадало в руки, это было что-то или немецкое, причем ГДР, или болгарское, причем очень много было болгарских гитар под стратокастер. Форма сделана вот такого желтовато-древесного цвета. Sunburst, да? Что-то в этом роде. Я на них не играл, я помню, что они очень были в ходу. А последняя гитара моя была, это Les Poole Diamant. Вау, нормальный. Ну форма хорошая, как бы на нормальной аппаратуре тоже вроде звучит. Правда, когда случилось мне сравнить с гитарой, с той, которую я потом приобрел уже после большого перерыва, звук раздельный отличался в пользу последней гитары, чем той. Прошло время. И все-таки, если вернуться к гастролям, когда состоялись они первые? Это уже были 90-е годы? Или нет? Гастроли? Да. Гастроли состоялись уже после возрождения группы. До этого именно выступления шли по рок-фестивалям. Потому что, я говорю, группа не была профессиональной, не имела хорошего дяди, который бы подправлял туда-сюда, сюда-сюда. Понятно. Именно первый такой раскол коллектива, он из-за чего случился? Тоже из-за какого-то юношеского максимализма, из-за несобранности какой-то? Или там были какие-то другие причины? Да нет, просто как бы каждый человек ставит себе определенную цель в жизни. И не всегда этой целью становится музыка. Мы всегда расставались со всеми практически по-доброму. Когда после 89-го года, то есть так получилось, что басист сказал, мне эта музыка надоела, я лучше там штангу тягать буду. Сейчас-то более так интереснее. Ну, хорошо, ладно, что с ним. И мы уже когда в 90-м выходили на рок-фестиваль, готовили программу уже с новым басистом, за буквально двое суток барабанщик сказал, что-то я не хочу ехать. Он, кроме того, что был хорошим барабанщиком, еще был прекрасным аккордеонистом. А его на свадьбу позвали, там на аккордеоне поиграть. Ну, выбрал поиграть на аккордеоне на свадьбе. Ну, это его выбор, я его за это не осуждаю. Ну, конечно, настроение на минус, что делать там, подбегают ближние фэны, говорит, что я говорю, ну, все, никуда не идем. Сейчас, говорит, пошли фюфа разбудим. Фюф – это тоже барабанщик, который недавно как бы возвратился из армии и там в оркестре сандалил на барабанах. Я говорю, так он материал не возьмет. Попробуйте. Ну, там до фестиваля, там практически ночь, сутки, ночи, все, фестиваль. Ночью его бужу, я говорю, так и так. Он такой, а, ракешники, давай попробуем. Итак, что завтра у нас? Пятница? А, ну я выходной. Идем в ДК. Давай, дрын-дрын-дрын-дрын-дрын. Ну, с грехом пополам три опять эти телеги сколотили. Я так, ух, выротно, нормально. Вот тут чувствуется профессионал, как бы раз, все, послушал, там что-то своего добавил, немножко бум-бум-бум, все готово. На следующий день выступать практически. Вот, приезжаем в Кирише. Идем. Что было приятно, как бы он идет и говорит, слышь, слышь, тут кричат, он говорит, черный ангел, приехал, это приятно. Вот, и тут, когда выходим на сцену, значит, с барабанщиком происходит маленький казус. Он никогда не был на рок-сцене, а тогда не было прищепок на барабаны. Тогда стояла куча микрофонов. Он такой садится, говорит, а я не пою. Давай я отодвигаю. Начинаем играть, барабанов не слышно. Я говорю, барабанов не слышно, а там нам вот этот звук очередет. Так, а что вы, пора бы эти микрофоны-то отодвинули. Вот мы, е-мое, опять все это на место ставить. Ну, а что у них стоять, я петь-то не собираюсь. Говорит, это не для тебя, а для барабанов. А, ну ладно. Вот такие веселые истории были. Вот, ничего себе. Здорово. В первый раз я хочу вернуться немножко к группе мастер. Именно само знакомство как у вас состоялось? На каком-то фестивале или как это вообще все? Нет, мы с Сашей Козарезом приехали в Москву. Звонились с Аликом, встретились. Плюс там потянулась Марина Малахова из вольной стаи. Погуляли там, потом Наташа Тереховская вольная стаи тоже потянулась. В одном месте посидели, хорошо посидели, в другом, в третьем. Потом звонит Лёва, Фомин. А вы где все мои? А мы тут, говорит. А давайте в огурец я там сегодня с акцентом выступаю. Окей, в огурец. Вот просто душевно провели время вместе. Вот и все знакомство. Вот пошло. А уже не пошли с остальными музыкантами, потому что там как бы в основных на тот момент Лео, Алик и Крустер. Как бы директор и звуко-режиссер у них был. Вот барабанщиком у них то время был Олег Ховрин. Он поменялся уже. Потом Саша Гипсел за барабан. Сейчас Леха Баев сидит. Я не знаю, он фессионит или у них там произошла замена, я не знаю. Но у них уже спрашивали. Ну вот все выглядит именно так, будто он уже вот прям за основу сел, потому что сейчас мастер готовит новый альбом и именно на студии работает Алексей, насколько. Я просто информацией этой не владею, я никогда не спрашиваю. Наши все разговоры, они вообще музыки никогда не касаются. То есть, как дела, чего там, на море ездил, нет, я тоже нет, нафиг это море. Оля говорит, хочу на белую ночь так приезжай, сейчас говорю, в деревню уезжает, вон полная квартира вперед. Вот такие, общение не на музыкальном, на дружеском таком притите идет. Сейчас на данный момент вы на какой гитаре играете? В смысле, марка гитары? Да, именно марка и почему именно она. А, это веселая история тоже с этой гитарой. То есть, как бы, это третий инструмент именно сценический, с которым я выхожу. То есть, изначально был, опять же, иванес, стивеевская модель, потом я приобрел Джексон Ренди Роудс, вот, и что я с ним не делал только, и поставил на него активные имиджи, и все, что угодно. Пока, правда, не понял, что он работает только с одной головой хорошо. Вот, а голова, это даймонд. В общем, с ней он просто мясо хорошее. На всем остальном он попердывает. А тут как раз Лео продавал свой Келли Гровер. Это, по-моему, был год 50-й, что ли, или 11-й, помню уже. Нет, 11-й, по-моему, год. Вот я у него приобрел этот инструмент, и так на нем и работаю. Интересно. Он у меня именно для концертов. Для репетиции у меня тот же этот Ренди Роудс, а это тоже для концертов. Вопрос музыкальный. В каком строе играет группа Черный Ангел? Это стандартный ми-бемоль, как у всех металл-команд, или что-то другое? Альбом Хозяин Судьбы писался в стандартном строе. Ми. Ми. Прямо ми. Ми, да. Но потом мне стало сложно уже вытягивать некоторые песни в этом строе, поэтому переместились на тон ниже в Ре. И мне там посвободнее намного. Намного посвободнее. Вот я жду, когда же этот момент наступит, когда можно будет спустить строй. Кто не разрешает. Вот. Ну просто это как раз интересно, когда, то есть, проходит года, может быть, голос как-то формируется иначе, и тогда уже группы спускают строй. Просто некоторые спускают для того, чтобы звучать жирнее, чтобы это было тяжелее. Я когда приобрел гитару у Левого, она была изначально в строе Ре, стали ширные струны, такие толстые. То есть им, мы когда с тогдашним барабачником Сергеем Курнакиным, в общем, замечательный аранжировщик, вот практически 80% идей «Хозяина судьбы», который вот его там барабаны, аранжировки, какие-то добавления мелодии отошли от него. Вот. И иногда мы с ним, когда творчеством занимались, мы вдвоем занимали точку и что-то делали. и вот мне звук приглянулся. Вот. И мы когда презентовали уже «Хозяин судьбы», остались втроем, и я предложил, ребят, давайте чуть-чуть опустимся, чтобы это поплотнее быть, ну и одно попроще будет мне это вокал выкидывать. Говорит, давай сначала попробуем, значит, попробовать сначала так, как есть, а потом двинуться. в Москве мы презентацию отыграли еще в стандартном строе, а после нее уже вот опустились и сих пор подниматься не хочется, очень комфортно себя чувствовать. Отлично. Ну что же, мы сейчас прервемся еще на одну песню, песня называется «Крест». Есть что сказать про данную композицию? Ну, вообще она «Свой крест» называется. А, «Свой крест». Ну, вот здесь вот она вот. Это заглавная песня с альбома «Свой крест», вот она как раз уже написана, то есть записана в «Ре». Вот. Для создания этой песни тоже послужил фильм, даже такой фильм, сериал, называется «Нефилим». Ух ты, я помню, даже смотрел. Вот там, где Титяне одного из ангелов, то есть там они попали не передается, то есть не в каждом роду он потом появляется, так вот, «Нефилим», которого как бы чистокровные ангелы хотели уничтожить, а он вашим ангелом чистил душу, как бы. Ух ты! Ну, вот, как бы оно вот так вот родилось и пошло. Ну, что же, «Черный ангел», «Свой крест» в прямом эфире на «Радио Шок». Мы еще продолжим. У нас в студии находится лидер и вокалист группы «Черный ангел» и «Юрий Гиб». Очень... Я сам не люблю, когда журналисты задают подобные вопросы, вот, но я его все равно задам. Юрий, почему Гиб? «Ого!» «Изначально, поскольку был, как говорится, что там, 20-21, ветер в попе гуляет, надо, чтобы что-то такое было. И тут я узнаю, что Ронни Джеймс, он, оказывается, не Дио, он как-то там итальянская фамилия, а он Дио. Бог, думаю, нифига себе. Ох, надо переплюнуть, ну, гениальный, божественен, значит. Так получился Гиб. Учего себе. Вот. Ну, а чуть позже, когда уже я понял, что это очень нескромно, то просто Гиб это аббревиатура гитары Дипсон. Я вот в первую очередь про гитару-то и подумал почему-то. Вот. Как-то именно, ну, я бы никогда бы не додумался до первого варианта. Ну, как говорится, когда бьет максимализм, скромность отсутствует на поле. Вот. Иногда это хорошо, иногда это не очень. Вы уже сказали, что всегда с разными музыкантами расставались всегда на дружеских моментах. Были ли неудачные прослушивания музыкантов в группу, когда понимали, что, к сожалению, наши пути не могли сойтись? И если такое было, то чаще всего по каким причинам? Ой. Ну, хорошо, что я не помню имен тех, кто... А именно, не обязательно. Неудачные. Нам факты нужны. Вот. Пришел человек, говорит, я вас сейчас, говорит, поражу всех, ну, давай. Рубают гитару и просто что-то там все наигрывает непонятное. Спасибо, мы тебе позвоним. Может быть. Вот. А бывает, человек приходит, он виртуозно пилит, все хорошо, но для него вот это... Хочется сказать, друг, ну, купи ты метроном, ну, выровняйся, пожалуйста, сплошной адлибитум у тебя идет. То есть, именно в этом идет, как бы, такая... Вот. А бывают такие, наоборот, приходят, как Слайер пришел, взял, он не то, что материал подал, он еще туда добавил. Вот такие, оба. Вот это оно. Правда, он потом шутил, когда там обсуждение шло, там, что кого взяли, у нас тогда, на тот момент, нас покинул Антон Арестов. Вот. Потому что у него, ему тяжело было в двух группах разыграть, он тогда еще очень принялся в династии, вот, поэтому он нас покинул. И мы долго искали гитариста, как раз у нас накануне концерта и он покинул, и концерты как раз играли вместе с мастером, наше первое выступление совместно, и нас тогда выручил гитарист Августа. Титов? Да, Сережа Титов. Вот, мы шикарно отработали сет, как бы, тоже очень профессиональный человек, было всего три репетиции, но мы жахнули так, как будто мы уже играем давно и не один год. Вот. Так вот, опять вернусь к Славеру. И когда пошло обсуждение, ну что, взяли кого-то, я говорю, ну вот взяли, человек пришел, показал мастер-класс, он пишет, да ладно, врут они все, я могла купить его, принесся, и мне их взяли. Пошутил. Ну вот, почему-то вот люди, когда действительно попадаются такие прям талантливые, и когда их начинаешь вот как-то, не знаю, там хвалить, они почему-то отшучиваются всегда, они как бы, да, пришел, показал мастер-класс, как-то вот всегда именно талантливых людей вот именно вот скромность украшает, можно сказать, в данном случае подобные шутки. Соглашусь. Соглашусь, да. 11 ноября в экшене состоится концерт, где хедлайнером будет группа Харизма, и за эфиром вы сказали, что будете играть в трио. Да. Значит ли это, что сейчас группа Черный Ангел в принципе в таком поиске гитариста? Или уже есть просто человек, но по каким-то причинам сейчас временно он не может принимать участие в коллективе? Ну, второй вариант. Человек-то есть, как бы он сейчас очень загружен другими проектами, потому что для него музыка это работа. Ага. Да, именно работа, он на ней зарабатывает, кормит семью и так далее, но зарабатывает то и музыка, которая коммерческая. Ага. Вот. Та, которая, допустим, будет востребована в каком-нибудь мероприятии и так далее, там. Ну, это кавер-история, наверное. Да, 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 кавер-история. Ага. Поэтому. И, то есть, человек до такой степени приближен к коллективу, то, что группа вполне себе соглашается как бы ждать, переждать какое-то время, то есть, когда будет время, то мы будем играть вместе. Да нет, я по-другому просто подхожу, что нет времени на все это остальное, вытяну сам, а там посмотрит. Получается, ну, жанр металл подразумевает также и соляки все возможные, то есть, на вас и ритм, и соло, и вокал, то есть, как-то, будет ли использоваться, может какой-то подклад или какие-то соло-партии будут чисто под бас играть, может быть, перегруженный. Именно под перегруженный бас и играется в таких случаях. То есть, начинается соло-партия, грелка на бас хлоп и понеслась. Насколько будет большой сет 11 ноября? Ну, поскольку это все-таки концерт прежде всего группы Харизма, то есть, они хозяева праздника, и у них длинный сет, то у нас небольшой где-то будет композиций 7-8, я думаю. Вот так. После этого концерта, я понимаю, что еще пока не анонсировано и не запланировано каких-то определенных концертов, кроме записи, сочинения нового материала. Планируется ли хотя бы в планах уже выходить на сцену чуть-чуть чаще, чем это происходит сейчас? Ну, сейчас, как бы, планы-то, конечно, они есть, даже не план, желания есть, они уже горят. Все зависит от бытовой загрузности самих музыкантов. Вот так, как бы, уже все от этого пляшет. И, то есть, и репетиции, в том числе, они зависят именно вот как-то общий сбор, решение вопросов, когда кто может, давайте соберемся. ну, большинство так, но мне сейчас проще с этим вопросом заниматься, то есть, у меня практически записаны все драмы со всех композиций, которые были, то есть, они, как альбом записывается, я драму себе вынимаю всегда, вот, дома драмы в уши, гитара в комбик, и понеслась, значит, репетируешь. Это все. Может, так же и ребята дома делают, я даже уверен, что именно так и делают. То есть, в принципе, если есть, так называемый, подклад, то, в принципе, это экономит и время, и вообще силы, то есть, в принципе, дома готовиться можно, то есть, просто мнение от уже человека с опытом. Концерту готовиться можно, творить нельзя, творить не творить, потому что всегда все вместе. То есть, именно сочинение нового материала должно происходить, по-вашему, именно на репетиции, когда группа вся вместе? Только коллективно. Чтобы каждый ее, так сказать, прочувствовал, каждый свою частичку своей души вложил, как бы тогда она заработает. А из этого это будет, ну, там, не знаю, концерт Письма года 86. Ага. Это все-таки идет речь о создании аранжировки или конкретно придумывании, я не знаю, вокальной линии, там, А там все вместе, и аранжировка, и вокальная линия, там, и гармония бывает. Вот, допустим, когда песню Гроза мы создавали, там изначально, как бы, немножко другая гармония шла, вот, и Сережа Куран, когда призадумался, такой, так, так, что тут не так, что тут не так, давай, Катина, пою вот так, я раз подобрал то, что он напел, вот, и песня по-другому звучала, и гораздо уже вкуснее. Поэтому только совместное творчество, только подача. Вот еще вот такое мнение от музыканта, именно вот в тяжелой музыке с опытом, что для вас первичнее, мелодия или гармония? Создает ли гармония настроение песни настолько, что она, ее можно назвать вот прям основой основ композиции? В плане музыки, конечно. Или все-таки мелодия? Хороший вопрос. Тут зависит от того, как ты создаешь ее. Допустим, некоторые мелодии, допустим, рождаются раньше. Это происходит в тех случаях, когда, допустим, мне попались под руки клавиши, где-нибудь там, пианино, и руки что-то там почему-то пробежались, это уши запомнили, и потом на это уже накидали рифов. Вот, но это редко бывает. В основном, конечно, рифовая составляющая, на которой потом уже создается вокальная линия, определенная потом штрихуется, рихтуется, усиливается, улучшается, и так далее. Немножко хочу поговорить про музыку, которая вдохновляет и вдохновляла на протяжении творческой жизни. Менялись ли коллективы, и что вы слушаете сейчас? Ну, сейчас я полнейший меломан в плане музыки, которая не режет слух. Как бы сказал герой Брюста Уиллиса в фильме моему последний бэйскаут, говорит, я сейчас тебе сделаю больно, говорит, ключи рэп не будет очень больно. Так и я, ключи рэп не будет очень больно. Вот эту музыку я не перевариваю, тем более, когда ее пытаются делать у нас в России, не знаю, зачем, они, или с английским у них плохо, они бы хоть послушали, что там поют-то. Там сплошной расизм, типа, не убил белого, жизнь прожила зря. Не знаю, зачем это все. Но это не мне судить, как бы, они должны это думать. Но что касается все-таки музыки, которая сейчас... А которая, значит, если прямо сейчас... Да-да-да, по примерам. Но, как я уже сказал, началось все с КИС, причем и да, звучалось в том, что тогда музыки ее не было. Ее приходилось где-то изыскивать, по 568-му разу переписывать, там уже такие барабаны там хрипят, пердят, гитара там свистит, но ты все равно ты счастлив, ты это урвал, у тебя это и есть, вот там ты слушаешь. Затем, значит, после КИС и сидись, конечно. Вот. Мне тогда удивил вокал, что так тоже можно петь, таким... Причем вокал именно Бона Скотта. У него такое очень... Оригинальное это гундосенье было, но оно так-то в кассу заходило, и у них очень драйвово, что хоть и перегруз не очень сильный шел у них, но они драйвово задавали. Вот. А потом я слышал Iron Maiden, и все, у меня так перевернулся. Вроде гитары не так загружены, но, блин, что они творят? Как так? Вот. Затем было много немецкого металла, начиная со Скорпов, Скорпы, Сексон, там, Акцепт. Вот. Причем Акцепт немножко меня так это тоже взбодрил. Они очень не похожи ни на что гармонии выдавали. То есть, не те, которые мне привык, скажем, гармонии Скорпионов, они более такие к уху были приравненные. То, что Акцепт выдавал, то есть, они мне... Как они исполняли свои песни, у меня просто кругозор написания просто расширился в разы. Вот. Но когда в руки попал мастеров... А, вот тут-то трэш-то и заиграл, да? Да, 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 да. Вот. Я просто ждал, когда вы к этому подойдете именно. Вот. Мне очень понравился звук. Тяжелый, мощный звук. Как бы, в то время у меня все мои композиции игрались в ля. То есть, они писались в ля и так далее. А тут... Как так тяжело играть? Тут оказывается, ё-моё, всё в ми, всё жёстко там. Угу. Вот. И плюс вот эти брейкосбивки Ларса Урлиха, это вот все эти вот эти гитарные хрифовые там сбивки эти такие... У меня перевернулось сознание, что у него есть к чему развиваться. Угу. Даже если ты не запиливаешь там нау-классика как Инги Мальстин, то наточи свою руку так, чтобы у тебя такие гвозди отколачивались. Вот это меня и вдохновляло. Три самых любимых гитариста. Угу. Ну, прежде всего, Маттиас Джабс, то есть, как бы, его манер игры мне очень импонирует. Я больше в нём пилю. Вот. Затем, как ни странно, это недавний именинник Дэйв Мастейн. Угу. Вот. Хоть он и в Мегадете не так часто там соло выпиливает, но то, что он выдает, это очень, это красиво. Рифовую именно составляет. Нет, именно соло, именно соло, именно соло, то, что он задает. Допустим, его гитаристы, которые меняются, они делают красивые там, соло и так далее, а вот он так дерябнет, что аж как вот за сердце хапнул. Ага. Вот. Ну, а третий гитарист, это, я с гордостью говорю, это советский гитарист, правда, живущий в Америке, это Валерий Гаинов. Ну, как бы это величайший человек, гитара просто, для меня он, можно сказать, памятник, к которому надо стремиться. Ориентир. Да, 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 ну, вот туда, куда. Тот же самый вопрос, но что касается вокалистов. Оу, вот тут уже как бы... Эти вопросы, они просто как раз, вы гитарист и вокалист одновременно, интересные такие вот ориентиры. говорю сразу, хотел бы мне не нравиться, потому что он... на альбоме это а на концерте зараза, предатель. Клаус Майне, Клаус Майне, потому что тоже такой необычный вокал, такой с немецким акцентом, он чувствуется очень сильно, очень сильно мощным дает. затем оба вокалиста группы Хэллоуин, это такой диапазон иметь, я не знаю, это вот, оторвать оба бубенца надо, блин, съесть их, снова выплюнуть, как-то вот просматривал с ними Вакин, то есть они, то есть оба вокалиста прямо на сцене, их по голосу не отличишь, но что они вытворяли, паразиты. Один ушел вверх, третий еще интервал еще выше берет, думаешь, да емае, вы что творите, парни? И как бы третий по, но первый по звучанию это Ронни Джеймс Диво. Отлично, вот я его ждал. Ну что же, давайте послушаем музыку прямо сейчас Черный Ангел, Кровь и Пепел, и потом у нас будет еще один выход. Группа Черный Ангел в прямом эфире на Радио Шок только что прозвучала композиция Кровь и Пепел, Юрий Гиб, лидер и вокалист группы Черный Ангел находится у нас в студии. Было сегодня много интересных историй, и мы сейчас будем выходить уже, так сказать, на финишную прямую. Юрий, сотрудничаете ли вы или сотрудничали с молодыми музыкантами? Обращались ли к вам за советом, за помощью? Были ли случаи? Ну, максимальное как бы сотрудничество в этом плане шло, когда я занимался промоутингом фестивалей. сделал рок-фестиваль серии Heavy Metal Riff. То есть изыскивал молодежь, которой бы дать можно было возможность поиграть на сцене не просто так, а вкупе с какими-то хорошими музыкантами. Так, допустим. Сначала играют молодые команды, а под конец что-нибудь вкусненькое или там Скорая помощь, или Август, или Мастер. Угу. Десять раз этот фестиваль проходил, да? Да. Раз. Как сложно было организовывать его? Да нет, сложности никакой не было. Слава Богу, как бы все арт-директоры, работающие в Арктике, они менялись за... Вополнение были очень вполне адекватны, всегда шли навстречу с пониманием, даже когда случалось, что было провальное мероприятие, то есть давали время, чтобы как бы рассчитаться с площадкой. Все нормально было, то есть ничего такого сложного, когда у тебя поставлена работа, тебя научили работать, а меня научили работать, потому что я по образованию режиссер массовых мероприятий, вот, как бы, поэтому ничего сложного не было в этом. Там все-таки собираешь инициативную группу, один отвечает за это, второй за это, третий за это, а ты сам за другой, и все, это работает, все. Возможность для молодых музыкантов выступить с известным хедлайнером. Да, да. Вот. Сейчас буквально одно концертное агентство в Санкт-Петербурге тоже делает подобную штуку, вот. Русский рок снова в моде, сейчас это так называется. Не слышал. Ну, будем надеяться, что побольше услышат народу, вот. На тот момент молодым музыкантам было, какие были условия для того, чтобы попасть на данную движуху? Вот. Среди промоутинга водилась очень такая, значит, интересная, как, интересная в кавычках, практика, то есть, группам давались билеты, вот, ребята, распространите, денежки сдайте. То есть, это выкуп билетов, по-своему, точнее, вот вам билеты дайте деньги, значит, мы делали по-другому, мы говорим, это вот вам билеты, ага, сколько продадите, только продадите, вот, когда продадите, можете продавать с наценкой, или так далее, наценка, это ваш гонорар, вот, то есть, не давай же, дайте бабла, вот, типа, ну, как правило, народ, да, да, вот вам сразу деньги, да, а как же так-то, это, вот, а, допустим, это когда группа, вот, она вот вообще вот только вот вперед пошла, то есть, у них хорошо сыгрались, не мажут мимо нот, вокалист держит хорошо линию, значит, барабанщик четко метроном, то есть, вот, вперед, пожалуйста, а те, кто, допустим, уже были на хорошем плаву, просто приглашали, ребята выступаете, и все. Когда состоялся последний фестиваль? Последний фестиваль состоялся в 2014 году. Почему больше не было? Ну, тут причина, скорее всего, не в том, что не хотелось сделать, площадки, на которых это делалось, они позакрывались, вот, а площадки, которые есть сейчас, они немножко поменяли условия, что с ними работы, им не важно, что ты им заплатишь за аренду, им важно, чтобы полный зал народа. С этим сейчас сложнее, потому что у нас народ стал ленивый. Народ перекормили фирменной музыкой, которую сюда таскают. Хотя вот сейчас, после пандемии, когда фирму сюда не потаскаешь, народ снова стал ходить на отечественную музыку. Если тенденция будет увеличиваться, когда будут приходить именно на своих музыкантов, то возможно и возродится все это все. Если вы увидите, что есть тенденция для того, чтобы этот фестиваль возобновить, вы возьметесь за это? Скажем так, я обращусь к людям, которые еще остались в обойме, то есть занимаются этим вопросом, за их помощью, чтобы это запустить. Потому что как бы уже силы не тихо. Ну что же, огромное спасибо за этот эфир, было очень интересно. На здоровье. Я напоминаю, что 11 ноября в городе Санкт-Петербурге в клубе экшн состоится концерт группы Харизма при участии группы Черный Ангел. Все, кто находится в городе Санкт-Петербурге, либо рядом, может вы хотите приехать в наш замечательный город, обязательно приходите на этот концерт, будет металл, будет по-настоящему круто. Юрий, что вы хотите сказать всем тем, кто нас слушал в прямом эфире, а также тем, кто посмотрит нас на YouTube-канале Кирилляк? Прежде всего, здоровья, веры в себя и полные карманы честно заработанных денег. Отлично. Вот еще денег вот конкретно никто не желал. И вот самый последний вопрос. Техника или душа? Душа. Сейчас прозвучит композиция группы Черный Ангел, Риф. С вами был Кирилляк. Программа «Город в осколках». Группа «Черный Ангел» Юрий Гиб. Всем пока. Подписывайтесь на канал Кирилляк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова